всем привет в этом видео коснемся главных вопросов по перетирке элементов под покраску здесь у нас такой интересный грунт и старая лакокрасочная есть на этом покажу то же самое в принципе по кузову но не буду касаться вопроса рисования плоскостей я художник я так вижу тут каждому свое самая основа это чтобы потом нормально откраситься чтобы не было просадов никаких и начерченных каких-то рисок там зарубленных контов и так далее что нам нужно будет для работы значит допустим на капоте короткий брусок с пылеотводом длинный брусок с пылеотводом машинка у меня мирка д 1 5 миллиметров от эксцентрика на каких-то сложных цветах там на перламутрах еще что-то рекомендуется два с половиной три миллиметра но это уже знаете там то есть когда человек дойдет до уровня того что финансово может себе позволить купить и то и другое это конечно круто но по факту можно сделать и пятерка все под любое серебро используя мягкую проставочку она гасит колебания как бы на такая обман очка и и мягкая проставочка все равно тем не менее нужно здесь на выходах значит что мы будем делать прежде всего у нас проявка будет в работе участвовать это уже все в принципе показывала на боевые но тут более детально коснемся этого автомобиля проявка это вот такой вот порошок черный который делает грязным нам элемент этот порошок нужен для того чтобы когда мы перетираем риску он находится в самых низинах материала лакокрасочного будь то шпатлевка грунт старая перетертая лакокрасочная то на чем есть более-менее шероховатость какая-то он за нее держится водой не смывается можно работать вместе с водой и он нам показывает до каких пор надо тереть то есть когда мы перетерли грунт он опять стал вот такого цвета это значит что плоскость под ним ровно то есть проявки уже нигде нету в каких-то точечках ямках значит плоскость пошла останавливаемся и будем продолжать дальше для работы нам будет надо 320 наждак буду работать тремом purple потом это у меня просто как образец кусочек мирка в сетке у меня просто такой наждак короче градация 400 после 320 можно в принципе попробовать скакнуть на 500 если вы уверены что вы нигде не нарубили прям там ничего но обычно идет 320 можно кстати даже перед перетереть на машинке 320 500 и на этом закончить но у меня как-то так сложилось что 320 400 и 600 все больше половины цветов можно остановиться на 400 это какие-либо солидные цвета в которых нету эффекта либо с крупным зерном этот эффект 400 прокатит но серым скотч брайтам пробежаться все остальное лучше конечно под 600 закончить быстренько пробежаться 600 . она подобьет рисочку далее серым скотч братика мы где-то тут по уголочкам там пробежали все пыльцу сдули отряхнули воздухом продули посмотрели все нормально такой порядок наждаков он в принципе везде на подготовке грунта если вдруг всякое бывает да взяли непонятный грунт нету опыта нанесли как-то его непонятно такой огромный шагрень и так далее то есть нету тут по сути шагрень и на грунте нету давайте так сейчас сниму брусок просто покажу как выглядит шагрень на этом грунте вот так она выглядит ее нету то есть сразу пилится плоскость даже камера походу не взяла дайте шагрень уже почти ушла это хорошо разложенный грунт плохо разложенный грунт это как gravitex выпилить а у вас там ямы такие по миллиметру вовнутрь в этом случае можно взять 220 240 но тут уже надо быть осторожным потому что таким наждаком 220 можно быстро протереться особенно на торцах потому что тут толщина ниже и дальше вам уже просто будет нечего вытирать более мелким наждаком само собой вам придется перегрунтоваться поэтому тут такой палка двух концах тереть чуть дольше но точно не пробиться хотя бы на плоскости либо тереть быстро точно пробиться везде и красить потом мокрый по мокрому либо еще раз перегрунтоваться так что еще из интересного важного и главного как бы бруском мы работаем везде где можем подлезть им ровно чтобы у нас угол не зависал в такое положение ни в коем случае потому что вот этот угол и вот этот угол сразу делают канавки вот тут эта канавка будет не такая большая как здесь поэтому работаем вдоль ребра и вот так вот запиливать потому что видите как пошла две полосы рисуются это будет очень сильно видно а вот так вот как бы чуть-чуть со смещением тогда проблем никаких не будет кроме того что вы тут пробьете торец но пробитый торец здесь это не настолько самое страшное чем напиленные вот тут какие-либо канавы и ямы поработаем бруском поведем к машинке расскажу кое-какие нюансы по машинке потому что в принципе машинкой работать как бы хорошо быстро но есть свои опасности они небольшие но есть есть два типа варианта выбора работы это с водой на мокрую и на сухую при работе с водой там используется другой наждак там используются другие колодки то есть не такие там все вокруг вас мокрые вы сами мокрые по времени получается чуть дольше чем на сухую плюсы работы с водой меньше забивается наждак поскольку там другой наждак и не так забивается абразив потому что водой смывается весь отработанный продукт и нету пыли но куча минусов в плане долго все грязное вокруг вот так вот полностью влага которая попадает на металл окисление просушивать потом очень хорошо надо все вытирать вымывать вода может быть грязный загрязненный вы размазываете жиры по поверхности как таковое сейчас большинство я надеюсь большинство уже перешли на работу с сухую полностью это правильно с технологической точки зрения это быстро это качественно мы работаем на сухую но на сухую обязательно нужен пылесос который будит это тоже минус подготовки на сухую но почти нету пыли с пылесосом и 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 Что сейчас в принципе можно сделать? Можно уже взять машинку на 400, ну тут чуть доработать уголок, пройти и на 600 пройти. Но для такой точности, знаете, чтобы более детально проверить плоскость, я сейчас возьму на большом рубанке, просто большим рубанком тут пилить не особо хочется. Я им уже проверю то, что я сделал маленьким. То же самое, 320 надеваем, пылесос подключаем и смотрим. Еще раз надо проявить обязательно. Этот рубанок, он гибкий. За счет своей длины он не даст возможность пропустить какую-либо ямочку. Здесь его можно сложить вот так. То есть проверить плоскость, протянув его чуть-чуть по диагонали. То есть на нем можно увидеть вообще максимальные неровности, которые маленькие просто спрятают от нас. Вот так вот. Вот так вот. Обратите, нет. Если он PhD Promet relevant, их asynchronous даже на мебели выйти. Так вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Исправить это никак нельзя, то есть убрать риску полировкой, которая на грунте невозможна. Только перекрас. И работаем более мелкими наждаками 400-600. Я буду работать на машинке. Вручную буду дотирать только самые острые впадины, самые крупные впадины. По наждакам работать буду меркой и бронетом, но скажу честно свое мнение. За последние два года, пока я немного отсутствовал на нашем рынке, материала Мирка, сетка у Мирки Абранет, спаскудилась. То есть реально по качеству хуже стало. Как говорится, раньше было лучше. Но есть там, пишут Нортоны новые, надо пробовать, надо искать. Ну просто чем мне нравится сетка, опять же, по старой памяти, хорошо всасывает пыль. Пыли, можно сказать, нету. После машинки, грубо говоря, как пылесос идешь, убираешь все. А я думаю, что чуть-ч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не 2-3 движения, чтобы на полосе... Все. Риски нету. То есть мы не видим проявки, риски нету. То же самое сделать надо 600-кой, только с одним лишь изменением. 600-кой надо сделать это сейчас, чтобы когда мы будем проходить машинкой, у нас не было на большей части плоскости вот этой от руки линии. Но это не столь критично, как бы важно, да? Взяли 600-ку. Ну, лучше так. И потом еще тут, где прошли 600-кой, серым скотч-братиком пробежаться, он чуть подпилит вот эту рисочку 600-ую. Но 600-ку прямую от руки, в принципе, видно уже не будет. По крайней мере, на этом цвете так это точно. Есть. Здесь под острым носиком пилиться вроде неплохо. Острые края, как правило, все открываются. Странно еще, что вот здесь не открылось. Ну, в принципе, идем нормально, аккуратненько, но видно, что вот торец открывается. Это неизбежно. Самое, как бы, почему-то страшное, что считают многие на начале, ой, я пробился до металла, что делать? Ничего страшного, это нормальное явление, пробиваются абсолютно все, тем более, когда работаете машинками. Потому что у машинки край на мягкой подложке, он прямо подворачивается туда, и он края зализывает на ура. Перед самой покраской, я потом это все покажу, да и показывал неоднократно, берете однокомпонентный грунт в баллоне, эпоксидный, просто какие-то однокомпонентные есть антикоррозионники, наполнители. Главное, чтобы он тоненько растягивался, то есть проверьте где-то заранее. Есть такие грунты, которые кидаются как толстослойные, реально, по ощущениям, ну, грубо. Это не надо. Надо тоненький, чтобы он аккуратно растянулся, липкой салфеточкой прошли, и можно красить. Далее, по... Сейчас закончим все по подготовке, чтобы не растягивать сильно видео. По таким вопросам еще. Я подготовил элемент, сколько его можно бросить, ну, просто куда-то отставить. Технологи не рекомендуют более чем сутки оставлять элемент подготовленным к окраске. Если по какой-то причине прошло времени больше, гораздо больше, гораздо-гораздо больше, пройдите, ну, допустим, 600 на машинке я проходил с серым скотчбрайтом, да? Если просто прошли сутки, ну, с серым скотчбрайтом пробежались, пыльцу сбили, дали новую рисочку, обезжирили и пошли красить. Если по какой-то причине у вас элемент, там, куда-то повис, бампер готовый, да, к окраске, там, на неделю, больше, 600-кой прошли, она у вас была последней, и скотчбрайтом. Все, вы риску обновили, из риски выточили все, что там было, ну, лучше перед этим, конечно, даже обезжирить. Вытащили все, что в себя риска напитало, влага, грязь из воздуха, дали новую, можете смело краситься, ничего не будет. Если этого не сделать, жди привета от слоения базы, вот, грунта. На этом все. Остальное показывать, не знаю, если сейчас увидишь, что-то на двери интересное покажу, если нет, то на этом мы закончили. По подготовке под покраску. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok начал выбираться пальцев что ли нажирил на получается что у меня тут были маханьки и ямки там кто-то писал что вот все это надо бы изначально протянуть и теперь не выйдет вот пожалуйста на трех слоях грунта по 50-60 микрон вышла протершись лишь в один слой в принципе для такого ремонта я считаю это неплохо я получается дверь вывел шпатлевание жидкование грунтование покраска без всяких проблем особых проявляем еще раз посмотрим на кривизну плоскости идеально такую дверь струну натянуть принципе может она то и получится знать если по 6 раз перегрутоваться он такое натяну что в струну это надо в идеале сделать покрас и на покрасе уже оттянуться так как бы так поймать лампы чтобы они были длинными опять не так в общем где-то так но есть есть такое небольшое здесь вроде все ровненько идет то есть кривизна одинаково с самого начала лампа кривая 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 она должна остаться сейчас остаться кривой до самого внутреннего вот этого ребра все пошло всплывать вроде одинаковой кривизной нормальненько с учетом что дверь в принципе была на выброс правильно вот кто-то пишет из тех кто понимаешь и знаете понимающий делающий такой дверь на выброс там рихтовщика уже во всех грехах обвинили вы не видели какая была дверь я тоже не видел какая была дверь но по-нормальному когда вот это вот все все прорихтована да с учетом и вот этой полки но дверь на выброс она даже тянулась за ребро как-то так все это готово к последней перетирки наждачком и окраски давайте померим секундочку только надо обязательно обязательно вытирать хоть тут и пропилов нигде нету до нижних слоев именно шпатлевки на грунт он тоже как бы имеет такое свойство чем-нибудь напитываться обезжирка нормальная скорость испарения видите хоп она сама слой окончил она испарилась давайте-ка проверим все на толщину ой иншуди гумбитты майный дочень фронт а поищем металл 881 метро это 88 миллиметра какой 1000 миллиметров это 1000 микрон это миллиметр хочу туплю 88 знаете сам такой думай хрясет сантиметр шпакла там такого нигде нет как пока что у нас самое толстое здесь 1000 1008 миллиметр миллиметр 1770 ребро наращивал ребра не было об не взял а что значит не взял значит больше 2000 микрон то есть больше двух миллиметров ну саш я думаю ты поймешь меня что ребро я тебе наращивал вместе форму крыла потому что она не сходилась тут но наращено все волокном то есть тут проблем быть не должно да все ребро вот это все что было заваленное осаженное споттером то есть начинают с этих пор давайте посмотрим на этой полке что получилось чуть чуть потоньше конечно но не везде что у нас под верхом тут был маханьки ремонтик 207 90 сколько хоть заводного завод 110 90 146 вот такой вот ремонтик далее будет окрасочка окрасочка будет интересненькая трехслойника было как геморрой чик у меня с машины сейчас не буду рассказывать всех нюансов покажу что будет на покраске там с краской свои сложности всем пока